Рад приветствовать вас, друзья! В рамках проекта «Арт-объект» я расскажу о произведениях искусства, новаторских изобретениях и обычных бытовых вещах, которые вошли в нашу культуру, стали частью нашего генетического кода. Три арт-объекта в каждом выпуске. Сегодня это портрет Жанны Самари, носорог в доспехах и Великая стена. Улыбающаяся и задумчивая, прекрасная и воздушная, окруженная нежным светом, голубоглазая девушка по имени Жанна. Великие художники дарят бессмертие своим натурщицам. Так в 1877-м Ренуар обессмертил Жанну Самари. Пьер Огюст Ренуар – французский живописец, стоявший у истоков импрессионизма. Представители этого новаторского течения стремились запечатлеть момент, который никогда не повторится, зафиксировать мгновенную эмоцию. Ренуар оставил нам лица юных современец, парижанок, ощущение мимолетного праздника. Ренуар был первым импрессионистом, получившим признание и финансовую стабильность. А в 80-х годах позапрошлого столетия он порвался импрессионизмом и, вдохновленный художником Жаном Энгром, вернулся к классицизму. Впрочем, он никогда не называл себя импрессионистом и не разделял принцип Мане о необходимости точной передачи натуры. Под конец жизни Ренуар был облазком критиками и публикой, знаменит и богат. Его работы выставлялись в Лувре. Франция наградила его званием кавалера Ордена Почетного Легиона. В фильме «Модельяни» молодые художники посещают страдающего от ревматизма старого мастера. Но 77-й год – это еще время бедности и безвестности, ожесточенной борьбы за признание. Время, когда искусствоведы громили в критических статьях выставки импрессионистов. Ренуару всего 36 лет, и он создает лучшие свои картины. «Обнаженная», «Обнаженная в солнечном свете», «Бал в Молин-де-Лагалет» и портреты молодой актрисы театра комедии «Францесс». Жанне Самари исполнилось 20, когда Ренуар взял ее в натурщицы. Она блистала в спектаклях «Тортюф» и «Дон Жуан» по пьесам Мольера. С Ренуаром ее познакомил общий приятель-литератор Альфонс Даде. Портрет, где Жанна запечатлена в полный рост в розовом платье, был единодушно расхвален и критиками, и публикой. Всего Ренуар написал 4 портрета Самари. Модель жила по соседству от мастерской, часто заходила к нему в гости. Самое сильное впечатление производит полотно, где Жанна подпирает руку и щеку. В золотом браслете, зелено-голубом платье, с разлетающимися рыжеватыми волосами, трогательным румянцем на щеках. Она кажется олицетворением свежести, а небрежно нарисованный фон лишь подчеркивает молодость девушки, создает теплоту. Эффект усиливает сам белый холст, который вот просвечивается сквозь тонкий слой краски. Из розового света формируется фигура очаровательной девушки. Она сама и есть свет весеннего солнца, явившийся, чтобы согреть нас и подарить радостное настроение. Идеал женской красоты Ренуар искал в горничных и кухарках, а не в аристократках Парижа. Под его кистью нищие монмартра превращаются в принцев, а принцы, они вовсе не интересуют Ренуара. Жанна Самари умерла от брюшного тифа в 33 года. Художник пережил ее на целых 30 лет. Почти полтора столетия она вечно молодая, обаятельная и улыбается нам с портретом работы гениального Ренуара. Великая китайская стена – самая длинная разделительная стена в мире. Самая крупная достопримечательность древней оборонительной архитектуры – объект мирового наследия ЮНЕСКО. Говоря о ней, нельзя избежать определительного местоимения «самый». Располагается в Северном Китае. По официальным данным, длина стеночки составляет 9000 километров. Здесь считается непосредственно длина стены, и рвы, и естественные рубежи холмов. Если учитывать ответвление, длина увеличивается до 21196 километров. Средняя высота укрепления – 8 метров, толщина – около 5,8. Китайское чудо издревле меняло название. При строительстве именовалось «Барьер». Было разгулом, крепостью, пурпурной границей и землей драконов. По легенде, место строительства и направление, куда будет это расти стена, указал рабочим именно дракон. Сегодня популярна история о том, что «Барьер» виден с околоземной орбиты. Но, по словам НАСА, если он и виден, то не более, чем все прочие искусственные сооружения на Земле, при идеальных условиях. А за красивыми названиями и мифами стоят человеческие жизни, как это обычно в истории бывает. Самый продолжительный для человечества строительный проект стартовал 2300 лет назад. Третий век до нашей эры. В Поднебесной – это период сражающихся царств. Обычно он отчитывается со дня смерти философа Конфуция. После периода весен и осени, когда китайские царства признали власть дома Джоу, объединились для защиты от варваров, наступает этап мелких и крупных войн. Династия Восточная Джоу полностью ослабла и не просуществовала до конца периода. Семь гегемонов, семи царств боролись друг с другом за господство и постепенно поглощали друг друга. Основные черты этого периода – появление железных орудий труда, урбанизация, политическая нестабильность, распространение конфуцианства и даосизма и возведение барьера. Цинь Шихаунди, правитель царства Цинь, повелел выстроить оборонительную границу, чтобы противостоять набегам варваров. Главной бедой внутреннего Китая в то время были хунны – древний кочевой народ. Но помимо непосредственной защиты, барьер должен был и обозначить границы китайской цивилизации, стать таким символом единой империи. Миллион человек, пятая часть всего населения страны, участвовала в строительстве. Под руководством полководца Мэн Тяня они объединили разрозненные стены, которые находились вокруг центров торговли, и сделали такую сплошную стену, использовали при этом природный рельеф, хитро вплетая в конструкцию природные скалы. Без дорог, без должного количества воды, без продовольствия, в условиях засухи и эпидемии, на стройке погибли тысячи, десятки тысяч рабов и крестьян. Сам проект стал причиной падения династии Цинь. Истощенный стройкой народ поднял восстание, сверг Цинь Шихауди. Стену обозвали земляным драконом. В основном там использовались утрамбованная земля, тростник и галька, то есть все, что можно было найти на месте. Необожженный кирпич очень редко использовался. Лишь на востоке там были задействованы каменные плиты. Получил распространение двухэтажный тип башни с сигнальными вышками. В эпоху Хань, она последовала за эпохой Цинь, династии стену расширили, модернизировали. При династии Цинь 750 тысяч человек построили 10 тысяч километров барьера. Дошедшие до наших дней стены построены в основном с 14 по 17 века при Великой Минской империи. Прочность обеспечила рисовая каша с примесью извести. Так цементировали каменные блоки. При династии Мин стена протянулась от заставы Шаньхайгуань до заставы Юньмэньгуань, то есть от Желтого моря до современной провинции Ганьсу. Уже в 20 веке власти КНР во главе с Дэном Сяопином приказали реставрировать участок Бадалин. Таким образом строительство продлилось 23 века. Историки говорят, что особого смысла это строительство не имело. Ведь враг мог проникнуть в бреши или легко подкупить стражу, что и, кстати, случалось неоднократно. Барьер, например, не помешал монголам захватить Китай, не защитил от вторжения японских войск в прошлом веке. И часть китайцев считала и считает до сих пор стену затратной, нефункциональной, погубившей столько жизней прихотью царьков. Другая же часть воспринимает ее как символ стойкости. Спустя века земляной дракон стал приносить стране пользу в виде иностранного капитала. Наиболее популярные участки стены полностью отреставрированы Му Тянь Юй, пеший маршрут Цинь-Шан-Линь и опасный Дзянь-Коу. В 21 веке каждый из участков принимает по 70 тысяч туристов в день. Несколько фактов о носорогах. Они одни из самых крупных животных на планете. Развивают скорость до 50 километров в час. Толщина шкуры достигает 8 сантиметров. Валяются в грязи, чтобы защититься от солнечных ожогов. Максимальная продолжительность жизни в дикой природе 40 лет. Самое известное изображение носорога оставил нам великий немецкий живописец Альбрехт Дюрер. Дюрер родился в Нюрнберге в 1471 году. Прожил 56 лет. Он первый теоретик искусства среди североевропейских художников. Первый художник, который написал автобиографию. Номер один в области гравюры. Основоположник антропометрии. Метода исследования, заключающегося в измерении человеческого тела для установления возрастных, половых и расовых особенностей. Разработчик теории фортификации в военно-инженерном деле. Это Дюрер поднял ксилографию, вид печатной графики на дереве, до уровня настоящего искусства. Ксилографюры Дюрера потрясают своей детализацией. Но давайте сосредоточимся на носорогах. Эти замечательные животные завозились в Европу с востока, но слишком давно. При римлянах. В третьем веке нашей эры. С тех пор европейцы не то чтобы забыли, что это за животные, но стали считать их почти мифологическими, вымышленными. Поставили в один ряд там с кентаврами и с драконами. В 1515 году султан Камбея Музафар II подарил португальскому королю диковинку носорога по имени Ганда. Доставленный в Лиссабон, подарок вызвал фурор. Скульпторы лепили с Ганда горгурий. Поэт Джованни Пенни посвятил ему стихи. Сам Рафаэль изобразил его на великанской фреске творения животных. А Александро Медичи выбрал носорога в качестве своей эмблемы. Ганда стал звездой эпохи. Он содержался в королевском зоопарке. Однажды король Мануэл устроил бой между слоном и Гандой. Но слон сбежал, как только увидел вот эту приближающуюся громадину. Позже Ганда, украшенного бархатом и цветами, Мануэл отправил в подарок папе Римскому. Корабль, плывущий в Италию, попал в шторм и разбился. А бедный Ганда утонул. Мертвую звезду выловили и превратили в чучело. Дальнейшая его судьба неизвестна. Дюрер нарисовал носорога чернилами в том же 1515 году. Он никогда не видел Ганда. И, соответственно, никогда не видел живого носорога. Не видел его сколь-нибудь натуралистическое изображение. Представление о том, как выглядит зверь, гениальный живописец получил из устных описаний. И из единственного существующего примитивного наброска. Цвет его подобен цвету черепашьего панциря. Он величиной равен слону. Имеет короткие ноги и крепкий рог. Дюреру пришлось напрячь фантазию. Не обошлось, конечно, без фактических ошибок. Носорог на двух рисунках и гравюре покрыт пластинами брони. Словно скрепленные заклепками. Он имеет чешуйчатые ноги. Он точно облачен в богатые рыцарские доспехи. Вплоть до 18-го столетия именно такое изображение носорога считалось достоверным. И аж до 30-х годов 20-го века именно оно фигурировало в немецких учебниках по биологии. То есть дети думали, что носороги реально вот такие чешуйчатые. Глядя на гравюру Дюрера, вспомните несчастную знаменитость носорога Ганда, который утонул в привязанной корабельной палубе, украшенной цветами и бархатом. Редактор субтитров А.Семкин